Сегодня мы идем в Михайло-Афонскую пустынь, единственный мужской монастырь Адегея. Называется он так, потому что основал его афонский иеромонах Мартирий, с благословения великого князя Михаила Николаевича, младшего сына Николая I. Было это в 1878 году. Во дворе монастыря есть иллюстрации, как он выглядел в те далекие годы. Здесь же находится могила Мартирия и памятник великому князю Михаилу Николаевичу. А также таблички с именами отличившихся когда-то казаков Адегеи. Адегея – это тоже казачий край. Возрожден этот монастырь был в 2001, поэтому постройки здесь новые. На территории монастыря чисто подметены дорожки, много красивых храмов, тишина, множество скульптурок и даже солнечные часы. Наверное, поэтому сюда любят приезжать не только паломники, но и просто туристы. Это заметно по огромной парковке перед монастырем и изобилию продавцов. Читаем в заповеди блаженства и правила погружения в купель источника, куда мы затем собираемся идти. Оказывается, эффект терапии, йога и тренинги, повышающие самооценку – это тяжелый грех. Поднимаемся на смотровую площадку храма, чтобы оглядеть окрестности. А затем идем отведать монастырских блинов. Блинное, которое так хвалили в отзывах, оказалось закрыто. Поэтому нас накормили вкуснейшими блинами в монастырском погребке. Затем идем к источнику, цветовый пантелеймону. Купели из смотровой площадки на горе Физиапга или Фавор. По дороге поговорили о местном житье-бытие ко старичкам, что кота отдельно остреньки. Сначала мы поднялись по лесенке в гору, где полюбовались о смотровой площадке местными симпатичными видами. Здесь находится маленькая часовинка и колокольня. В колокольни висят три колокола, в которых разрешается звонить всем желающим, чем мы с удовольствием и воспользовались. Затем спускаемся к источнику, где люди набирают цветную воду в огромные 5-литровые бутыли, а также купальни с ее постоянными жильцами. Продолжение следует...